Здравствуйте, уважаемые пользователи! В данном уроке мы с вами научимся создавать красивые фотогалереи для наших сайтов, используя компонент Morpheo Show из системы управления. Компонент работает таким образом. При нажатии на уменьшенное изображение у нас загружается сама картинка, которую мы можем пролистать, либо это произойдет в автоматическом режиме через определенный промежуток времени. Для того, чтобы начать работу с компонентом, нам необходимо перейти в систему администрирования по ссылке «Администрирование» внизу сайта. И после ввода имени и пароля мы попадем в нашу систему управления. Далее нам необходимо выбрать на ссылке «Компоненты» вкладку Morpheo Show и под вкладку «Галерейс». Мы попадаем в менеджер галерей, где видны все наши галереи, уже созданные на данный момент, и где мы можем создавать новые. Предположим, мы хотим создать новую галерею. Для этого нажимаем на ссылку «Создать», вводим название. Пусть она у нас будет называться «Новая галерея». Нажимаем «Сохранить». Для того, чтобы загрузить в нашу галерею изображение, необходимо пользоваться вот этой вот ссылкой. Нажимаем на нее. Далее, через обзор выбираем «Изображение». Нажимаем «Сохранить». Аналогичным образом поступаем с остальными изображениями, которые хотим разместить в нашей галерее. Предположим, у нас их будет три. Далее, возвращаемся в менеджер галерей. И при нажатии на вот эту ссылку, можем посмотреть, какие же изображения у нас загружены в галерею. Соответственно, не нужно удалить, либо изменить. Переходим опять в менеджер галерей. Теперь обращаем внимание на вот этот параметр. Этот параметр означает, что нам нужно написать в тексте статьи, чтобы в данном месте была размещена именно эта галерея. То есть, это своего рода идентификатор нашей фотогалереи. Соответственно, мы его копируем. И теперь мы можем его разместить в любом материале, который у нас есть на сайте. Для этого мы идем в менеджер материалов, выбираем нужную нам статью. Предположим, вот эту. И здесь вставляем идентификатор нашей галереи. Обратите внимание, то, что мы выбрали место, в котором будет размещаться наша фотогалерея. И предположим, если там текст дальше не есть, он будет идти после нее. То есть, здесь будут все изображения, которые мы загрузили в галерею. После этого мы сохраняем нашу статью. И можем посмотреть, как это все будет выглядеть. Предположим, идем в наш раздел, где наша статья находится. И видим, что у нас в данном месте статьи располагается фотогалерея. Опять же напомню, что все изображения, которые мы загружали, должны были быть названы латинскими символами, либо цифрами. Для того, чтобы галерея работала корректно. В случае, если мы хотим создать какую-то новую статью, новый материал на сайте. Соответственно, называем его как-то. Создаем текст в нем. И можем вставить туда фотогалерею нашу. Аналогичным образом. Таким образом, в разделе о компании у нас появляется новая статья. Вот она. С таким вот интересным названием. И нашей фотогалереей. Более полную информацию всегда сможете получить в наших следующих уроках. На сайте компании lred.ru Или по запросу на электронный адрес rlhome.sobakalist.ru Спасибо за внимание.